На портал XGET поступает вопрос. Вопросы сложные, вопросы очень важные, интересные и, в общем-то, нужные. Книга Священного Писания очень часто новоначальными рассматривается как что-то ужасное, очень много крови, жестокости, каких-то даже мерзостей, и, казалось бы, мы берём в руки святую Библию, а она полна какими-то подлецами, она какими-то ужасами, крови полна, и, естественно, в этом разобраться с первого раза невозможно. И мы потихонечку, аккуратненько пытаемся с вами вникнуть в этот процесс, процесс важности библейских текстов как Нового Завета и не менее важного Ветхого Завета для нас, христиан. И вот этот вопрос, я так думаю, который я сейчас зачитаю, он как раз этим и обусловлен, что человек пытается разобраться и выбрал одно из очень сложных, как кажется, мест Ветхого Завета. В книге судей в 19 главе рассказывается ужасная история, как надругались над женщиной. Вопрос такой, почему хозяин дома в ответ на посягательство развратных жителей на его гостя сказал, я отдам вам лучше наложницу или дочь и делайте с ними, что хотите. И отдал наложницу и издевались над ней до утра. Подобная же история была в Содоме, где Лот готов был отдать своих дочерей на надругательство, дабы спасти от него гостей. Почему ветхозаветные мужчины так дорожили своими гостями, а дочерями и женщинами своими не дорожили? Отдавая их насильникам. Действительно, вот эта история, про которую спрашивает наш с вами собрат, наш с вами слушательница, очень важна. Гостеприимство здесь представлено как бы в двух сценах. Это повествование о том, как, в общем-то, в Вифиле происходит левитом, то есть священным лицом. Он приходит, в общем-то, к отцу, к семейству своей наложницы, которая убежала от него. А я хотел бы это подчеркнуть, что она убежала, и вот она прожила какое-то время у своего отца, он приходит за ней и гостит у своего свёкра, если я правильно понимаю в этих родственных связях, пять дней. Причём он на третий день хотел уйти, а свёкра, всё, оставайся, оставайся. Вот это гостеприимство, оно как бы показано с положительной точки зрения. Когда он всё-таки забирает на свою жену наложницу и уходит с ней, доходит с ней, проходит мимо всех языческих городов и приходит в иудейский город, в Гиви, то здесь происходит совершенно такой, можно назвать, гротеск извращения нравов этих местных жителей. И это тем более ужасно, что это люди и именно единоверцы так поступают. Два таких события описаны в Библии. В Содоме, как здесь было задано в вопросе, и вот в этом городе Гиви, о котором мы с вами говорим. Извращённое отношение к гостеприимству, оно подчёркивает вообще извращённое отношение человека к самому себе. Гостеприимство показывает как бы дань уважения хозяина к тому человеку, который пришёл. Но это уважение может быть настолько запутано в тщеславии, что вот данный пример этому и показан. Но здесь второй ужас в том, что когда отдали эту женщину и делали с ней до рассвета всё, что хотели эти местные жители, то этот левит спал. А когда она еле-еле добралась до крыльца и на крыльце, в общем-то, умерла, то левит, выйдя рано утром, собираясь в дорогу, куда они, в общем-то, направляли свой путь, то он говорит, вставай, поехали. А она была уже к тому моменту мертва. То есть он даже, скажем так, не стал переживать о том, что с ней произошло, о том, что с ней случилось. Тщеславие личное, какой-либо, в общем-то, своя позиция оказалась выше человеческой жизни другого человека. Как это бывает очень часто похоже и в наше время. Мы готовы поступиться какими-то, в общем-то, своими принципами ради того, чтобы о нас только хорошо подумали. А вось обойдётся, не обойдётся. Не будет именно такого состояния, когда, ну, Бог пронесёт и вынесет на ручках этого человека, а уж мы там самостоятельно сможем как-либо справиться. Нет, дорогие мои, забота о ближнем должна стоять выше твоей личной выгоды, выше твоего положения, выше твоего имиджа. Если это так, то, наверное, заповедь о любви тобой соблюдается. Если ты погряз в самолюбии, тогда именно такие события, о которых мы сегодня с вами говорили, и будут свершаться в нашем обществе. Не приведи этого, Господь, и даруй нам силы, Господи, быть именно служителями твоего закона, а не своих похотей, страстей и желаний. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!